всем привет сегодня проснулся погулял погулял много делов не делал уже и понял то что я уже опять-таки зарос какие волосы стали лохматые на пульта как вечер вчера полума ничего не расчесывается теперь пойду сейчас постригусь тут кстати покупал себе ревину летнюю уже переобулся как я был если честно прям удивлен нынешним ценам ну покажу и примерно расскажу что сейчас получат выходит тем кто захочет сейчас переобуться ну и соответственно покажу резину которую я купил и поеду на ней уже сколько получается четыре дня принципе доволен но про это я вам покажу чуть позже я пойду скажу в парикмахерскую старая сейчас постричься даже не звонил еще туда ничего пойду просто наугад приду и стараюсь постричься и посмотрю что прокомментируете скажите по поводу резины у меня он кстати котейка смотр он наверху сидит там наверху и вы там наверху подпевает мне подпевает молодец до сём давай твои твои лицо наглые сниму получше набегался на хулиганился теперь вот так вот лежит все а я сейчас выдвигаюсь в парикмахерскую постараюсь все-таки постричься ходил парикмахерскую пожалел что пошел именно в эту парикмахерскую так как хожу всегда к одной и она мне стрижет гораздо лучше прям сейчас как-то не вдохновил у меня это данная прическа вот сейчас нахожу другую машину машина конечно очень грязная а вот я понял как она читается резина называется ландзайл китайская резина так как остальные все оказались очень дорогие я хотел купить себе нормальную резину плюс новые литые диски хотел купить но понял по нашим ценам то что эти диски я отдал на про отдавал направку мне и правили три колеса правили и одно было хорошим внутри фермы были под правку центр чаши красный этот самый тяжелое место желтое это самое легкое почему-то они рядом не знаю насколько это критично но но по шуму это резина вообще тихо и очень довольно таки мягкая протектор у нее были на 2 колеса вывернуть показать протектор вот такой вот рисунок размер я взял 195 на 65 185 конечно будет подешевле но я как-то на 195 всегда ездит но цена конечно уже пять половиной тысяч за баллон китайской резины это очень дорого и так как в прошлом году она вообще стоила около 3000 сейчас же она стоит около пяти где-то 5 450 я на нее отдал за баллон плюс вместо литья я уже купил себе не как хотел найдем и купил себе уже штамповку штамповку купил хотел конечно новое литье себе на лето но нового литья не получается сейчас штамп стоит тоже за штамп отдал где-то три с половиной рубля это это я не знаю это жесть я не думал то что короче у меня переобуться в этом году получилось с одной из дешевых резин ну я выбирал конечно либо виаке нашу но виаке у меня была на шуме вот и она очень была шумная дорогу держала очень хорошо прям замечательно но очень много шума от этой же я вот как сел блин прям конечно приятно вот посмотрим что еще ну сейчас конечно же не жара посмотрим что будет летом в жару как она тебя будет вести она же как я думаю станет еще мягче в жаре не будет ли машина там плавать может кто ездил уже на китайской резине напишите свои комментарии резина еще раз повторюсь называется ланзайл ну насколько как я по интернету понял это читается именно так да цены конечно прям кусаются купил я значит получается 4 баллона 4 штампованных уже диска и правка дисков плюс 2 комплекта колес ну соответственно новые и мне надо было перекинуть снять эти диски мне их надо было править плюс надо было эти диски уже поставить на новую резину ну а те штампы надо было также отбалансировать ну а мне сказали наши монтажки то что диски прямые все хорошо все дело по делу их надо было мне поставить на зиму то есть получается бротировку двух комплектов колес чтобы уже на следующий год я мог просто подъехать к гаражу перекинуть колеса и все не надо чтобы стоять в очереди еще что то вот я решил сделать в этом году так чтобы было у меня два полноценных новых комплекта зима так как у меня новая купил ее осенью все откатал этот сезон резиной остался зимний доволен ну конечно тоже шумная вот это конечно я вот китайский купил шуму практически нет от нее доволен очень даже доволен остается теперь мне только дождаться лета и проверить как она будет себя вести летом и вышло у меня все вместе с шиномонтажом покупкой баллонов 40 тысяч рублей никак не ожидал потому что в прошлом году я покупал зиму и то обошелся и гораздо дешевле мне резина зимняя ежели китайская новая в этом году да цены конечно выросли ну еще конечно рановато переобуваться еще могут дать морозики но я уже побоялся тянуть время так как всего скорее ну это лично мое мнение то что еще еще возможно подорожание этого всего сейчас ближе к сезону начнутся наверное цены еще выше сейчас как спрос начнется потому что спрос как известно всегда порождает повышение цен поэтому я решил это делать чуть пораньше на зиме тоже можно было бы конечно пока оставить зимнюю резину и этот готовый комплект положить в гараж но мне если честно уже жалко зимнюю резину так как при трогане на светофоре ну вообще при трогане не то что светофоре особенно в принципе на светофоре газку даешь побольше и она шипами уже шлифует по асфальту и уже жалко на этой же я еще пока ни разу не пробуксанул ни на светофоре нигде ну так как у меня не агрессивный вид вождения в принципе он у меня спокойный местами да может где то быстровато тестировал вот эту резину когда цепанул все таки первый раз в своей жизни и штраф в черте города на трассах да я ловил камеры бывает такое но по городу блин это первый раз пришел здесь штраф мне обидно обидно превысил блин на 2 километра очень жаль так печально ну и ладно сейчас в принципе нечего как говорится гонять сам же и виноват ну то что не уследил конечно за спидометром маленько тут конечно вот печальненько но вина моя ну что всем пока пока до новых встреч постараемся сейчас снимать почаще но времени конечно нету прям постоянно работа 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 и только работа лидия александровна тоже постоянно на работе я тоже не вылазил сейчас тоже неизвестно что у меня с работой сейчас все всякие изменения говорить я уж не буду какие у нас изменения но ничего хорошего возможно придется искать новые места работы а вот кем идти работать я даже не знаю я уже как-то человек такой который не любит менять работу устраивать работаю работая кстати обратите внимание какой у меня второй подбородок вот этот решил все таки попробовать похудеть и не кушать на ночь так как я работаю допоздна закрываю магазин где-то в десять ну в одиннадцать двенадцать я где-то домой приезжаю и кушаю так плотненько обильненько кушаю сейчас начал попытаться себя приучить ужинать на работе времени конечно как всегда не хватает на работе но стараюсь сейчас это так как я нахожусь на работе шестнадцать-семнадцать часов стараюсь это все же как-то выделить себе вечером время часов семь восемь и поужинать самая беда конечно у меня еще происходит с тем чтобы не забывать с собой взять обед на работу точнее ужин обедаю ее так а вот ужинать надо брать с собой из дома так как все-таки домашняя пища она и сытнее насыщеннее ежели что-то купить прямо в магазине быстренько перекусить потому что что там купишь колбаса все такое я же работаю в продуктовом магазине салатики вот это ну согласитесь это не серьезно лучше взять что-то с собой второе первое ну первое я не могу брать так как для меня первое это ненадолго мне кажется это всем так суп поел и что там быстренько и ты опять голодный ну поэтому решил посмотрим на результат просто я очень поразился когда тут весился и увидел на весах сто восемнадцать килограмм сто восемнадцать я так много еще никогда не весил вот начал уже где-то почти дня четыре назад тут конечно весы показали уже сразу прогресс минус почти полтора килограмма это уже радует но первые несколько килограмм они всегда улетают быстро на жестких диетах я сидеть не собираюсь но только просто хочу исключить себя не есть на ночь потому что однажды в прошлом году тоже я таким макаром худел и похудел до девяносто восьми килограмм с каким весом мне уже было прям комфортно чувствовал себя очень хорошо ну прям я чувствовал что это мой вес а сейчас займу я как-то подраслабился ух и опять он накушал прям как-то это и щечки 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 ну что всем пока пока обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки кстати наш канал теперь есть на дзене называется он так же аватарка та же так что прошу подписывайтесь туда еще так как многие блогеры пишут то что youtube могут заблокировать туда-сюда-то поэтому я дублирую также все видео на дзене и прошу подписывайтесь еще туда ну естественно кто пользуется дзеном и обязательно ставьте лайки пока-пока